Меня зовут Рыскина Лилия, мне 34 года. В данный момент я нахожусь без работы. Меня уволили ни за что. В жизни никакой нету. Я приходила домой с работы, общалась с родителями, с кошкой, ложилась спать, либо посмотрю телевизор, засыпала, потом я опять просыпаюсь, иду на работу. У меня нет никаких личных отношений, потому что я замкнулась в себе. И я хочу найти себе мужчину, но я боюсь. Я потеряла веру в себя. Если раньше на меня обращали внимание мужчины, сейчас меня уже ничего даже, можно сказать, не интересует. И жизнь потеряла для меня, можно сказать, смысл. Найти себя и понять, куда ей двигаться дальше, Лилии поможет эксперт по предназначению, специалист в области энергообмена между мужчиной и женщиной, психолог и основательница первой в России академии по поиску предназначения человека Саша Шанкара. Ведущая составила натальную карту Лилии и определила ее предназначение. Сегодня Лилия узнает, какой путь для нее определили звезды и как его реализовать. Лилия, здравствуй, расскажи мне, какая проблема привела тебя к нам в программу? Я потеряла вкус жизни, меня уволили с работы, я забила на себя капитально. А где ты работала? Я работала с маркетплейсами, делала картинки для товаров. А что пошло не так? Как так тебя уволили? Начальник у меня такой оказался. У нас с ним были отношения дружеские, я вроде думала, что все нормально. Плюс до этого у нас были личные отношения. Ну, отношения интимного характера, я так скажу. Как-то все завертелось, закрутилось. Ну, я знала, что он не свободен. Ну, подожди, стой, стой. То есть у тебя с начальником сложились отношения? У меня отношений уже давно не было. И тут какой-то новый человек, что-то я вот в нем разглядела, как я думала. Начала себе надумывать, ой, ой, это мое. Начала сходить с ума по нему, еще что-то. Потом у нас застукало его благоверное. После этого он стал ко мне холоднее относиться. Он начал меня упрекать в одно, упрекать в другом по работе. А с ним как-то отношения начали портиться. Сейчас вот я вот понимаю, что это мне не нужно. Я сразу тебе скажу, да, в твоем гороскопе лунный узел Раху. Раху — это та область гороскопа, которую мы не можем нащупать. То есть мы в ней потеряшки, мы не понимаем ее. И как раз этот лунный узел Раху расположен в доме партнерских отношений. То есть ты, по сути, не знаешь, каким должен быть мужчина мечты, поэтому ты его не имеешь. А сейчас я понимаю, что я вообще никого никогда не любила. Лиль, расскажи, а вот что ты вообще предпринимала, что ты делала, чтобы построить отношения? Поскольку я все время работала, я знакомилась в основном только через сайты знакомств. И как успехи? Никак. У меня нет нормальных личных отношений, потому что все во мне видят только сексуальный объект. Всем нравится моя большая грудь, вот это все, что им нравится. А как человека меня никто не видит. Я веселая, доброжелательная, но, к сожалению, никому это не надо. Лиль, я в твоем гороскопе вижу сразу две позиции, которые указывают на то, что тебя могли предавать. Скажи, были ли такие ситуации в твоей жизни? Да, были. Меня кидали на деньги. У меня был свой бизнес. И у меня был мой друг, с которым я дружила лет семь, наверное. И тут он говорит, перечислили там деньги, вот надо там закупить вот это, вот это. И так подтверждение не пришло. Мне нужно было подтвердить НДС. Сейчас задолженность на моей фирме порядка 200 тысяч, наверное, уже. Поэтому мне пришлось все закрывать и банкротиться. Лунный узел Кету, который расположился в гороскопе Лилии в первом доме, который отвечает за личность человека, позволяет сесть ей на шею и свесить ноги. Лилии, вот у меня такое ощущение, что я разговариваю не с 34-летней девушкой, а с ребенком. Возможно, возможно. Что ты вот сейчас сядешь и ножками начнешь болтать, знаешь, вот весело, все здорово, жизнь классная. А вот по факту на данный момент нет никакого стержня, опоры и вообще непонятно, что делать. Да. Расскажи мне о своих хобби, пристрастиях, увлечениях. Я начала писать книгу. Начала, но так и закончила. Это книга о девочке, которая потеряла своих родителей, ухаживала за бабушкой, училась, потом переехала жить в Москву, познакомилась с молодым человеком. Выяснилось, что ее родители погибли не случайной смертью, что их убили. И вот она начинает все это выяснять. Лиль, а что вдохновило тебя на написание книги? Это все произошло после моей операции еще. Мне удалили всю правую часть женских органов. Врач сказала мне, что у меня до родителей в течение трех лет. Потом я не забеременею. Потом, когда у меня был молодой человек, я пыталась забеременею. Мы ходили с ним и в центры эти. Я проходила полный курс. Он проходил. У меня все нормально. Но почему-то заберем тебя не могу. А ты хочешь иметь семью и детей? Сама? Все-таки да, хочу. Хочешь? Недавно я познакомилась с девочкой. У нее четверо детей. И я познакомилась с ее самой маленькой девочкой. Такая милая. И во мне проснулись материнские чувства. Мне прям хочется нянчиться, катать ее, гулять с ней. Кормить, играть и все остальное. У Лилии есть шанс завести своего ребенка. Но как только она займется своим предназначением. Во-первых, Сатурн, который дает запоздалый результат, расположен у нее в доме детей. Поэтому некоторые с такой позиции рожают и после 40 лет. Во-вторых, ей важно реализовывать позицию покровителя. Как только в жизни Лилии появится наставник, который за ручку ее проведет к предназначению, скорее всего, закроется проблема с деторождением. Смотри, гороскоп у тебя прекрасный, очень творческий. То есть ты личность творческая, ты уже это поняла. Но в гороскопе есть два момента, которые ты обязана проработать. Во-первых, ты не должна давать садиться себе на шею, ты должна знать цену себе. Понимаешь? Научиться говорить нет. Научиться говорить нет. Во-вторых, знать себе цену, что это обозначает? Это значит, ты должна быть профессионалом. Ты можешь написать книгу и снять по ней фильм. По предназначению ты режиссер-постановщик. Предназначение очень интересное. Никогда не думала, что, возможно, я смогу стать им. Ты как будто бы в шоке сидишь. Немножко, да, но для этого нужно учиться. Конечно, для этого нужно учиться. А ты знаешь, что три планеты в твоем гороскопе расположены в доме учителей знаний? У тебя знаний нет, я же говорю, тебе компетенции не хватает. Уверенность. Ей нужно учиться быть подмастерьем у великого мастера. Тогда этот мастер заметит ее талант и выведет ее в общество. Я подготовила для тебя испытание, которое поможет на пути к твоему предназначению. Лилии необходимо поверить в свои силы и научиться отстаивать свои интересы. Поэтому мы даем ей возможность презентовать свой проект директору телеканала ТВ-3 Лили Широзия. А помочь ей в этом вызвался продюсер Игорь Иванов. Привет. Меня Игорь зовут. Меня Лиля. Мы с тобой сейчас пойдем к директору канала ТВ-3, где ты сможешь рассказать свои идеи. Но прежде чем мы туда зайдем, ты объясни мне сначала в двух словах свои парочку идей, что мы будем говорить, что мы будем презентовать. У меня есть две идеи. Одна короткометражка о двух влюбленных. А вторая моя идея – это о девушке, которая потеряла своих родителей и ищет виновника этого происшествия. Это уже не короткометражка, а большой, обширный фильм. Так, я понял. Пойдем. Ну, главное – успокойся, не переживай, все в порядке. Да, такой шанс сдается один раз на миллион, но переживать точно не нужно. Я рядом, говори коротко, спокойно. Если что, я на подхвате. Лили, это Лиля. Очень приятно. Такое совпадение. В общем, она сейчас хотела бы вам представить про это. Рассказывать. У меня возникла идея про любовь, которую двое молодых осознали, но очень поздно. Есть у нас еще одна идея, но она не дописана. То есть, как бы она в процессе написания, но в концовке там еще нет. Ну, вы это видели как сериал? Я это видел как фильм. Как фильм. А девочка вот эта, в итоге, она к чему должна прийти? Ну, хоть вы и не дописали, у вас, наверное, есть какой-то образ? В голове. У меня есть, да, образ. Она в итоге найдет. Там будет счастливый конец. Она выйдет замуж за этого молодого человека, с которым она познакомилась. И они переедут жить обратно к ней в Ивановскую область. Они обратно уезжают в Ивановскую область. Это все-таки какой-то ток назад. Ну, как мне кажется. А кто у вас принимает финальное решение по сценарию? Вы? Ну, да, конечно. Вообще, чья идея? Идея общая, так скажем. Игорь немножко в свою сторону говорил, что мы, я, мы, я больше как-то на него. А ваша роль тогда какая в этом проекте будет? Я автор и режиссер. Смотрите, идея, которую вы принесли, в ней какое-то зерно есть, но она очень сырая. Для того, чтобы ее доработать, нужна профессиональная команда. Я так понимаю, что у вашего партнера есть профессиональная команда. Но я буду в этой команде. А это зависит от ваших с ним договоренностей. Я думаю, что в какой-то момент в любом случае будешь помогать и будешь работать, потому что ты автор идеи основного, да, но дорабатывая, доводить проект до ума, будут тоже непосредственно другие ребята, другие авторы. Я опять доверилась чужому человеку. Я это сегодня поняла и сделала выводы. Просто нужно быть бдительнее, внимательнее и все. И поменьше давать себя дурить. То, что мы сейчас с вами видели, достаточно типичная история в нашем креативном бизнесе, когда многие люди, которые создают идеи, интровертны по своей сути и очень часто передают другим возможность презентовать свою идею. И в конечном счете часто теряют контроль над этой идеей. То есть они просто ее сами отдают другим людям, которые допиливают, дописывают. И результат получается не совсем таким, каким вы его видели изначально. Это уже, ну, как бы уже не совсем ваш ребенок, ну, в каком-то смысле. Поэтому я бы предложила свои идеи максимально четко презентовать самостоятельно, брать на себя ответственную за свою идею, за то, чтобы ее доводить до конца. Мне кажется, что наша героиня внутренне готова к тому, чтобы начать раскрывать свой талант, который, безусловно, у нее есть. А самое главное, чтобы она не пыталась бороться в одиночку, да, там, не Дон Кихотила, а реально воспользовалась тем, что мир дает, что дает вселенная. Лилия уже прошла большую внутреннюю трансформацию, а сейчас готова преобразиться снаружи. А превратиться в режиссера-постановщика ей помогут. Популярный эксперт телевизионных фэшн-проектов, преподаватель Центра индустрии моды при Московском государственном университете Алексей Сухарев. Парикмахер, основатель сети салонов красоты, стилист Зиверт, Егора Крида, Елены Темниковой, Анны Хилькевич, Мото и других звезд Егор Рябчик. И бьюти-эксперт отечественных глянцевых изданий, визажист звезд шоу-бизнеса и российских светских львиц Ольга Фокс. Лилия, здравствуйте. Здравствуйте. Что у вас такую жизнерадостную, улыбчивую к нам привело? Яркую. Дело в том, что мне 34 года, я до сих пор живу с родителями, у меня две кошки, и меня неделю назад уволили с работы. Но чем конкретно мы могли бы вам помочь? Как вы считаете? Я считаю, что в последнее время у меня нет стиля, из-за того, что я поправилась. Но вас же не из-за этого уволили с работы? Нет. И, наверное, кошки у вас не по этой причине появились? Нет, я просто очень люблю животных. Я тоже люблю животных. Но это никак не связано с тем, как я выгляжу. Опа. Опа, вот так вот. Хорошо, с другой стороны попробуем зайти. Каково ваше предназначение? Александра сказала, что я режиссер-постановщик. Ого, в общем, яркий персонаж. Достаточно интересно, но я пока не знаю, как я могу себя в этой роли показать. Какое впечатление вы должны производить на людей? Я надеялась это услышать от вас. Вы мне расскажите. Я хочу, чтобы вы решили, что я буду делать. Я хочу, чтобы вы решили, чем я буду заниматься в этой жизни. Я хочу, чтобы вы решили, с кем я буду иметь детей, например. Вы просто перекладываете сейчас на нас ответственность. Видимо, то, чем вы занимаетесь всю свою сознательную жизнь. Вот я, человек, со стороны пришел. Что я должен увидеть? Кого? Какую лилию? Более, наверное, серьезную все-таки. Вот. То есть вы хотите производить более серьезное впечатление на людей? Да. Вы сказали, что ваш образ и внешний вид никак не связан с тем, что вас уволили с работы. Да. То есть это никак не взаимосвязанное событие. Никак не взаимосвязанное. Точно. То есть это не из-за того, что вас несерьезно воспринимают. Не из-за того, что ваше декольте чуть глубже, чем должно быть возможно у женщины, которая ходит на работу. Ну, честно скажу, на работу я хожу немножко по-другому. Слава богу. Это так приятно, как приятно это слышать. Ну, я понимаю, что вы решили нам показать все самое лучшее. Зачем-то на наше знакомство... Ведь она выбирала наряд. Зачем-то она надела этот сарафан. Скажите мне, зачем? На самом деле, друзья, я думаю, что Лили такой крепкий орешек. Не прогоняй. И раскусывать, Лильчика, тебя мы будем постепенно. Начнем с ревизии твоего гардероба. Супер. Так, давай начнем с того, что ближе ко мне висит. Что это? Это мое платье. Маленькое черное. Оно не очень маленькое. Нет, я бы сказал, что оно даже слишком маленькое. Если вы не ночная бабочка, не женщина с низкой социальной ответственностью и не представительница древнейшей профессии, то не нужно оголять себя больше, чем того позволяет общество. Есть такое правило, не то чтобы оно прямо где-то написано, но я просто хочу, чтобы ты о нем знала. Если открыто сильно здесь, вот как у тебя сейчас, то низ лучше прикрыть, вот как у тебя сейчас. А если открыть и здесь, и тут, то получается уже, что ты на грани. Но самый ужас, который мог только со мной сегодня случиться, произошел, когда я посмотрел вниз вешалки. Вот это. Я честно принесла их, потому что они вроде как должны подходить под это платье. Должны, но не подходят. Они не подходят ни к чему. Ну потому что это пошло, ужасно, дешево и стромодно. Ооо, да. То есть ты реально носишь это в городе? Я хожу в этом на работу. Ходила на работу. С которой тебя уволили? Да. У них ни в коем случае нельзя ходить на работу. Кем бы ты ни работала? А если я работала в таком месте, где все одеваются по-домашнему? Ну это даже для домашнего, то мач. Я не скажу, что эти шорты слишком короткие. А я не скажу, что они слишком длинные. Или ты хочешь поспорить со мной? Они не короткие. Я видела девушек гораздо вульгарнее одетых, поэтому я не считаю, что мои шорты это вульгарно. Они же не открывают мою попу. Нет. Еще бы они открывали твою попу. Она меня разозлила всерьез, если честно. Мне захотелось ее просто тупо одеть, наконец-то. Есть вот такие кожаные брюки бежевого цвета, которые являются трендом этого сезона и предыдущего, и я думаю, следующего тоже. К ним идут вот такие казаки. Ты любишь шляпы? Не носила. Какая шляпа нравится тебе больше? Вот эта. Что скажешь? По-моему, экстравагантно. Если после вот этого что-то еще можно назвать экстравагантным, то, наверное, да. Ну, для меня да. Получился такой богемный образ в духе вестерн, который вот как раз девушки с таким темпераментом, как Лиля, прекрасно обычно выносит. Ну, привет, привет. Ну что, как ощущения? Я обычный наряд, но я чувствую себя героем вестернов. В обыденной жизни я бы так не ходила. Почему? Больно это все-таки нарядно, что ли, для меня. Костюмированно. Мне не хватало взять два ствола и лошадь с седлом под себя. Одеть, выйти в городе в таком наряде нет. Твой гардероб, помни об этом, привел тебя в ту точку, в которой ты сейчас находишься, в том числе. Я не отрицаю, что, да, в моем гардеробе какие-то, да, шмотки, ну, может быть, они простые там, еще какие-то, может, вызывающие, может, еще что-то, да, я не отрицаю. Но данный наряд, вспомни, просто мне плохо становится. Вот реально плохо. Спасибо тебе большое. Ступай к Егору. Я надеюсь, ему ты так же вынесешь мозги, как и мне. Увидимся в финале. Пока. Пока. Главная премьера этой осени. Я готова встретить участников. Я хочу быть продуктивным для своей команды, то есть увидеть то, чего другой, например, может не увидеть. Я буду стараться выиграть, оставаясь честной. Способен ли ты вызвать доверие у других людей? Нужно быть человеком, который чувствует других. Не пропустите. Самое долгожданное игровое шоу «Наследники и самозванцы». Скоро на ТВ-3. Лиль, я хочу начать не с твоих волос, а с твоих бровей. А ничего страшного, что я делала татуаж? Это ничего страшного. У тебя есть свои волоски, они просто там чуть-чуть светлее, и сразу же бровки твои станут гораздо мягче. Многие должны знать, что брови не только затемняются, но и рассветляются. Особенно, когда пористые, густые черные брови, я иногда их рассветляю. Такого мне никогда не делали. Обычно мне все время их красили. А тут он сказал, что надо еще чуть-чуть осветлить. Я думаю, Оля, потом нам скажет с тобой спасибо. В моем случае окрашивание, наверное, будет проходить поэтапно. С тобой у нас работы будет очень много. Ленечка, счастливая какая сидит. Вся в предвкушении нахожусь. Егор осветлил тебе брови. Малюсенький этот нюанс очень смягчает твое лицо. А в плане смягчает? По характеру, потому что брови это характер. То есть ты всегда можешь сделать их ярче, но вот это легкое, да, осветление, которое сделал Егор, я прям ему благодарна. Спасибо, Егор. Я бы все-таки рекомендовала использовать консилер в зоне под глазами, может быть, немножко на центр лица, чтобы сделать лицо более отдохнувшим, свежим. При необходимости, если есть какие-то несовершенства, покраснения, пятнышки, прыщики, можно нанести локально. Ну что, кто-нибудь узнает бунтарку Лилию? Совсем нет. А я узнаю, но она, конечно, совершенно другая девушка. Ну что, открываем? Да. Раз, два, три. Обалдеть. Можно подойти к зеркалу? Да, конечно. Таких перемен со мной еще не было. Я пребываю в шоке, серьезно говорю. Но этот шок, он очень позитивный, положительный. Я не знаю, как вы угадали, что мне нравится синий цвет, честно. Алексей как-то угадал. Мы обратились к экстрасенсам. Серьезно? Конечно. Ты счастлива? Да. На сколько? На сто процентов. Такой ответ нас устраивает. Мы тоже счастливы, мы рады, что тебе понравилось и теперь готовы проводить тебя в твой новый день. Спасибо. Прямо сейчас Лилия сможет осуществить свою мечту и попробовать себя в качестве режиссера-постановщика. А поможет ей в этом режиссер Дарья Лебедева. Привет. Меня Лилия зовут. Я Даша. Очень приятно. Говорят, ты хочешь стать режиссером? Да. Мое предназначение это режиссер-постановщик. Прекрасно. Смотри, я прочитала твой сценарий. Сценарий Лилии пока что не выглядит как сценарий. И пришлось за ночь вот написать какой-то вариант сценария рабочий, чтобы артистам было что играть. Но первый сценарий всегда такой. У меня первый сценарий был тоже плохой. Я буду рядом с тобой, если у тебя возникнут какие-то проблемы, сложности. Ты можешь просто, знаешь, как помощь зала. Даша, что делать в этих ситуациях? Я приду и помогу тебе. Окей? Да, конечно. Давай я представлю команду. Это твои артисты. Очень приятно. А вот там стоит дворник. Пойдем пообщаемся с ним. Товарищ дворник, можно к вам обратиться? Здравствуйте! Обалдеть! Я никак не думала, что в моем фильме будет сниматься Сергей. У меня даже слезы на глазах появились. Пожалуйста, выбросьте это в мусорное ведро, это вы им говорите. Ага. Очень понравилось то, что как она схватилась за работу. Она взяла монитор, стала разводить очень внимательно. Так, точка вот эта? Нет, подальше. Еще. Вот так. Как все интересно. Говори, приготовились. Приготовились. Кричи громко, камера. Камера. Есть камера. Звук. Мотор идет. Теперь, экшн. Экшн! То, как это все началось у нее, когда был рядом опытный человек и нежно подсказывал, когда говорить мотор, а когда стоп, мне кажется, это позволит ей сейчас влюбиться в профессию, понять, что все возможно, и ее ждет хорошее будущее. Теперь можешь похвалить, сцена снята. Сцена снята! Вот так. Все молодцы! Все, все, есть. Это первая сцена человека в жизни. Это очень важно. Э, молодежь! Я смотрю, тут два маслобойных предприятия вообще работают. Кто от хода производства убирать будет? Ну, слушай, мне кажется, это твоя работа. Смотри, 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 смотри! Смотри, что? Что? О, а что телефон-то старый? Телефон вернул. На новую мамку дирики дает? Вернул, говорю, телефон. Ладно, 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 а то что? Да ты его все равно не разблокируешь. Точно. Не разблокирую. Так мне ж такое нужно. Мне же орехи колоть. В самый раз. Может, уберемся уже? Понятно, что он хочет. Дайте, пожалуйста. На. Хочешь, убирай. Давай. Мама звонит. Дай трубку. Дай. Чуть-чуть-чуть-чуть. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы кто? Я? Я дворник. Да, хочу сказать вам большое спасибо за сына. За Чингиза? Да, за вашего Чингиза. Я, понимаете, тут убирал семечки под всякими там, это, лавочками. А мне тут спину прихватило. Так он подбежал, метлу у меня вырвал, все убрал, ну, просто молодец. Да, Чингизик он такой, золотой мой мальчик. Передаю трубочку ему. Алло, мам. Это дворник этот? Да ничего я не терял. Все, понял, ладно. Через 10 минут буду. Ладно, ребята. Некогда мне с вами разговор разговаривать. Как совесть проснется, поймете, что делать надо. Да ладно, блин! Дайте метлу. Лилечка, как тебе в роли режиссера-постановщика? Все было прекрасно. Готова ли ты следовать своему предназначению? Я бы, может быть, скорее всего, хотел бы именно писать свои рассказы, еще что-то. Писать рассказы, писать сценарии – это лишь первый шаг на пути к большой реализации. Поэтому все постепенно получится. Я думаю, что я попробую. Почему Лиле может быть сложно следовать своему предназначению? Потому что в гороскопе есть указание на очень громкую реализацию. Ей нужно прямо сейчас брать быка за рога, пользоваться нашей программой для того, чтобы сделать первый шаг на пути к реализации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова